Доброе утро, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Веду вебинар я, консультант-аналитик Гардашева Галина, и посвящен он налогу на прибыль, отражению его в бухгалтерии предприятия. Смотреть сегодня мы будем на примере бухгалтерии предприятия 3.0.проф, так как у нее несколько расширенные возможности по сравнению с базовой. И вести мы будем его в смежном формате, то есть частично я буду показывать некоторые слайды, которые отражают наиболее значимые настройки, и мы будем смотреть с вами вживую на программе. Тема нашего сегодняшнего вебинара можно разбить на некоторые подразделы, поскольку настройки это во всех 1С конфигурациях наиболее трудоемкая и, скажем, важная часть. Больше всего ошибок допускают именно при настройке программы, при задании параметров учетной политики и так далее. Поговорим мы сегодня о ПБУ 1802, как его отражать в учетной политике, как смотреть, что у нас получится в итоге. Соответственно, настройки отражения документов в бухгалтерском и в налоговом учете. Посмотрим, какие есть помощники и проверки справки расчета в конфигурации, которые помогут бухгалтеру проверить цифры, которые формируются при закрытии месяца. Посмотрим саму операцию закрытия месяца, которая ключевая в отражении данных по налогу на прибыль, потому что при закрытии месяца автоматически формируются и финансовые результаты, проводки по начислению налога, ну и, соответственно, еще многое другое. И посмотрим итоговую, так сказать, вишенку на торте, то есть декларацию по налогу на прибыль, как она формируется, что с ней можно сделать. И начнем мы, собственно говоря, с того, что с чего обычно начинается настройка, то есть что нам нужно показать именно в учетной политике, как туда попасть и что там нужно сделать для того, чтобы программа в последующем корректно, в автоматическом режиме отражала все, что касается прибыли и отчетности, которая связана с налогом на прибыль. Как и в обычных других конфигурациях, попасть, так сказать, в раздел настроек можно несколькими способами. Для бухгалтерии это настройки, которые находятся в меню «Главное». Например, если мы работаем с ERP, то там основные настройки расположены в отделе администрирования. И уже потом тематически более тонкие настройки располагаются в соответствующих разделах. То есть, например, банк, продажи, покупки. Здесь можно немножечко по-другому. То есть в меню «Главное» у нас отражаются, так сказать, текущие рабочие настройки, которые нам необходимо сделать. То есть выбрать функциональность. То есть это то, что будет отражать программа. Если вы не используете, например, какие-то режимы, то можно выбрать выборочную. В остальных случаях мы рекомендуем использовать полную функциональность, когда задействованы все разделы. Ну и, соответственно, те разделы, которые в вашем случае будут использоваться, нужно обязательно пройтись по их настройкам и посмотреть, что отмечено, что не отмечено. Ведете ли вы, например, производство, ведете ли вы торговлю. Обратите внимание, что во многих разделах, ну, например, в торговле, есть пометка, что необходимо, чтобы был включен полный интерфейс. То есть, чтобы были задействованы все возможности программы. Ну и, соответственно, введение одного юрлица или введение нескольких юрлиц. Поскольку программы бухгалтерии, конфигурации бухгалтерии, начиная с профверсии, позволяют ввести мультифирменный учет, то есть ввести сколько угодно юридических лиц. Базовая конфигурация бухгалтерия позволяет ввести только одну организацию. Поэтому для того, чтобы использовать учет по нескольким юрлицам, вам необходима именно профверсия или следующая по ней, за ней по функциональности бухгалтерия Корп, которая позволяет ввести учет также в разрезе обособленных подразделений, выведенных или не выведенных на отдельный баланс. Там адаптирована работа с госконтрактами, но еще много других плюшечек. Мы с вами сегодня работаем, напомню, на версии проф. Как посмотреть, какая версия находится у вас, можно вот таким образом, то есть вот на такую пиктограммку нажимаем и дальше смотрим сведения о программе. В этом случае у нас отражается, какая у нас версия, какой релиз, ну и, соответственно, вся информация о том, где программа расположена, кто его пользователь и так далее. После того, как мы разобрались с функциональностью, отметили, сделали те отметочки, которые нам в этом случае необходимы, мы можем уже переходить к дальнейшим настройкам, ну, соответственно, организации, вносим их сведения об организациях, если происходили какие-то изменения в регистрационных данных, ну, например, было другое наименование или какие-то дополнительные виды деятельности, то используется вот этот вот пункт внесения изменений. Ну и следующий пункт аналогии отчетности – учетная политика. Начнем мы с вами говорить про настройки с учетной политики. Попасть в учетную политику можно, во-первых, вот из этого меню, мы просто выбираем вот этот вот пунктик. В этом случае у нас получается вот такая картинка на экране. Мы можем выбрать нужное нам юрлицо из тех, которые мы ввели, и дальше уже проходить по конкретным пунктам из меню. Кроме такого способа увидеть учетную политику, мы можем воспользоваться и другой возможностью. То есть мы можем сразу открыть меню организации, выбрать какую-то конкретную, ну, вот возьмем конфет-пром, потому что у меня он на общем режиме учета, и, соответственно, у него есть декларация на прибыль. То есть открываем сведения про конкретную конфигурацию, и здесь верхняя панелька разделов у нас есть тоже переход в учетную политику. В этом случае мы переходим в учетную политику уже адресно, именно для этого предприятия. И здесь у нас есть журнал, в котором отражаются изменения. То есть, например, ну вот в 2016 году у нас были одни условия, потом в 2020 мы что-то изменили, записали другую учетную политику, и в 2021 году мы что-то изменили еще. На самом деле изменений в 2021 году было достаточно много, но основное изменение, которое в общем-то наибольшее количество вопросов вызывало, это то, что связано с прослеживаемостью товаров, и то, что связано с введением в действие с 2021 года в обязательном порядке, это ФСБУ 5-2019. То есть, его можно было применять в добровольном порядке с 2020 года, с 2021 года это стало обязательным требованием. И, собственно говоря, при этом, при введении этого постановления, точнее этого закона ФСБУ, изменилось достаточно много в учете основных средств, в учете товаров и материалов, и при работе со спецодеждой и спецоснасткой. Мы сегодня не будем на этом подробно останавливаться, потому что у нас немножко другая тема встречи, но, тем не менее, на это нужно обратить внимание, поскольку это уже требование для всех о применении этих конкретных положений. Ну и, соответственно, также стоит пересмотреть, потому что путь готовится к вводу ФСБУ 6-2020 по поводу изменения в учете основных средств. То есть, получается, будут некоторые новые номинования, ну то есть, например, малоценные основные средства, ну и, соответственно, их параметры. По поводу включения в состав затрат, амортизации. И, естественно, в этом случае от этого будет зависеть финансовый результат. Мы с вами сегодня посмотрим, как заполняется учетная политика. То есть, неважно, каким способом мы попали, через главное меню или через конкретную организацию, мы попадаем с вами вот в такое диалоговое окно, где заполняем, с какого момента применяется эта учетная политика. То есть, если вы помните по документу оборота, по правилам документа оборота, предприятие должно до начала текущего года издать приказ о применении новой учетной политики, которая начинает действовать либо с 1 января, либо с момента внесения каких-то законодательных поправок в систему учета или в систему налогообложения. Сразу хочу обратить ваше внимание, что при заполнении учетной политики у нас есть очень комфортные подсказочки. То есть, вот такие вопросительные знаки, при нажатии на которые можно получить небольшую информацию, что же вот это за зверь, то же фифа или какие-то другие вопросы, которые вызывают чаще всего затруднения при настройках. И, собственно говоря, разработчики здесь вам пытаются немножечко помочь. И вот эти подсказки, они, собственно говоря, рассчитаны на то, что если, например, переход на новую конфигурацию, то есть вы работали раньше в чем-то другом, например, в ОПП или ну, какой-то другой конфигурации, перешли на бухгалтерию, вроде бы все то же самое, но либо формулировка вызывает какие-то вопросы, либо вы сомневаетесь, так или нет, вы выбрали то, что вам требуется. В учетной политике, естественно, задается основной счет учета затрат, то есть если у вас производственное предприятие, то у вас будут работать счета 20-й, 25-й, 26-й, то есть общихозяйственные расходы, общепроизводственные расходы, и вы указываете, выбираете из предлагаемого меню соответственно тот счет, которым вы будете пользоваться. Если у вас торгующая организация, то вы выберете 44-й, если производственное, то 26-й или 25-й, в зависимости от конкретных особенностей вашего предприятия. Дальше задается аналитика, которая необходима для 20-го счета, то есть основного производства, и порядок, по которому списывается выручка, точнее списываются затраты, извините, неправильно сказала, списываются затраты. Здесь тоже есть пояснение вот по этому вопросику, что это такое. Дальше мы переходим к себестоимости, то есть каким образом их можно в бухгалтерии учитывать, и основное, обратите внимание, это будет ли у вас полуфабрикатный учет, то есть будете ли вы изготавливать сначала полуфабрикаты, из которых потом осуществляется сборка готовой продукции, или нет. Если вы осуществляете, то, конечно, здесь нужно проставить флажочки, не забыть про них. И будет ли работать 50-сетмой счет в случае, если у вас есть, например, работа с валютой, если у вас есть какие-то депозиты, денежные документы, которые необходимы через транзитный счет, то здесь тоже ставится флажок. Это, в общем-то, очень комфортно, необходимо про него помнить, именно вот про 50-сетмой счет. И дальше это работа с резервами, то есть то, что тоже напрямую влияет на прибыль. Формируются ли у вас резервы по сомнительным долгам, или у вас дебиторка в идеальном порядке, и это вас не затрагивает. Вот теперь мы переходим к самому интересному среди прибыли, скажем так, пункту, это 18-е ПБУ. Здесь у нас тоже есть новости некоторые, на которые стоит обратить внимание. То есть если вы попадаете под характеристики, по которым необходимо вести учет по ПБУ 18-е соответственно у нас появляется выбор балансовый метод, балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц и затратный метод. Изновшеств это именно балансовый метод, то есть он позволяет упростить работу с 18-м ПБУ и есть подсказочка, то есть что это за метод и поподробнее узнать про его возможности. То есть программа нас переадресовывает на так сказать общедоступные ресурсы, где достаточно подробно с примерами расписано как организована работа, ну например вот в этом случае если мы выбираем балансовый метод и на что стоит обратить внимание. То есть балансовый метод это новый метод, а все остальное это то, что уже было, использовалось раньше, но тоже с небольшими пояснениями и плюс есть вот такая ссылочка в чем разница, то есть чем отличаются эти методы и в каких случаях их лучше использовать и кому естественно, то есть при каких операциях. И следующий пункт это какую форму бухгалтерской отчетности ваше предприятие использует, то есть если у вас предприятие достаточно крупное, если у него производство ну допустим более сложное чем упаковка какой-то продукции, то и вы не попадаете под критерии малых или микропредприятий, то вы выбираете полный. А полный это значит, что вы сдаете бухгалтерский баланс, то есть форма номер один и все шесть приложений, то есть форма номер два, номер три и так далее, то есть все шесть форм. Если вы выбираете для малых предприятий, то в этом случае вы сдаете упрощенный бухгалтерский баланс, то есть вы сдаете форму один и форму номер два, то есть отчет о прибылях и убытках. Ну и соответственно если у вас некоммерческая организация, то вы выбираете для некоммерческих организаций, в этом случае состав отчетности тоже будет немножко другой. В принципе во всех бухгалтериях удобно то, что к многим вот таким ну скажем так основополагающим настройкам, которые вы задаете в программе, есть печатная форма, точнее комплект печатных форм, то есть полностью закрыт вопрос дела производства. Ну во-первых вы можете отсюда сформировать приказ об учетной политике и хочу еще раз напомнить то, что в принципе практически все бухгалтеры знают, то, что учетная политика, вот конкретно, которую мы настраиваем в 1С бухгалтерии, это то, что касается именно бухгалтерского учета. Налоговый учет, правила налогового учета и отражения в налоговом учете данных регулируются другим пунктом настройки. В этом случае мы должны будем использовать налоги и отчеты, то есть вот этот пункт это настройка того, что касается именно налогового учета, а учетная политика это у нас то, что касается бухгалтерского учета. После того, как мы с вами здесь выставили необходимые настройки, мы можем распечатать комплект, то есть сама учетная политика, рабочий план счетов, формы первичных документов и приказ об учетной политике. Это, так сказать, тот минимум, который необходим для дела производства. Ну, если мы с вами скажем так, имеем синдром отличника, то мы естественно можем распечатать регистры бухгалтерского учета и регистры налогового учета. Обычно это, ну, в принципе, если брать по канонам, доказать это требуется, но на практике это спрашивают обычно очень редко в случае выездных проверок или аудиторских проверок. итак, мы с вами настроили учетную политику, теперь у нас с двух учетом все в порядке и все замечательно. После этого мы можем с вами переходить уже к настройке именно налоговых справочников и налоговых данных. значит, ну, перво-наперво это, естественно, вы выбираете систему налогообложения, то есть перейти в нее точно так же можно напрямую из самого предприятия, то есть из организации или через меню главное, вот как мы с вами сделали, через меню главное и выбираем настройки налогов и отчетов. Хочу обратить внимание, что сохраняется история изменений. Ну, так, например, если вы работали на упрощенке, потом, ну, например, оказалось, что превышение лимита или каких-то других параметров, вы перешли на другую систему, например, на общую, то история изменений у вас сохраняется, вы всегда можете вернуться и посмотреть, что у вас было, ну, в другой жизни. Антикризисные положения, ну, к сожалению, на данный момент они уже немножко устарели, потому что применялись они в 2020 году, когда наиболее пострадавшие отрасли получили отсрочку налогов на определенный период, ну, и, соответственно, были приняты меры, которые были направлены на то, чтобы поддержать такие предприятия. Сейчас уже отсрочки по налогам не действуют, поэтому этот пункт антикризисной меры, в общем-то, можно пропускать. А вот дальше пошел налог на прибыль, именно то, что нас интересует, но я немножко хочу пройтись и такой небольшой обзор сделать по другим налогам. Ну, во-первых, то, что связано с НДС, то есть это напрямую, так сказать, с прибылью корреспондирует. И дальше налоги на имущество, транспортный налог, то есть здесь есть подсказочки, если вдруг кто-то не работал на этом режиме, а вот тут пришлось перейти, например, значит, есть подсказочки, что декларации на данный момент по этому налогу не сдается, ну, и когда идет уплата налогов. То же самое касается земельного налога, то есть декларация не сдается, ну, естественно, от уплаты никто нас не освобождал. Ну, и дальше, если вы работаете со специализированными налогами, ну, то есть сельхозналог на добычу полезных ископаемых, там, ЕГАИС, ну, в этом случае, опять же, будет требоваться отчетность настроить именно по этим разделам. вернемся снова к налогу на прибыль. соответственно, ставки налогов, они изначально предустановлены, но если вы используете какие-то другие, то есть у вас есть льготы, например, или в вашем округе используются другие ставки, то их можно задать здесь. И дальше то, что ну, как бы всегда, значит, всегда использовались эти настройки, это методы начисления, чаще всего это линейный способ погашения спецодежды и спецотснастки, то есть единовременно при передаче в эксплуатацию или, то есть единовременно это когда мы при получении списываем ее на затраты. При передаче в эксплуатацию, если засомневались, что это такое, то вот подсказочка, что с 15-го года мы можем сами определять порядок использования так и про резервы по сомнительным долгам. А вот дальше есть два пункта, которые необходимо настраивать именно под ваше предприятие, потому что это конкретно касается того, как у вас будут закрываться 90-е считая, что будет видно в аналитике. То есть перечень прямых расходов это проводки, которые будут сопровождать, например, начисление страховых взносов, прочих каких-то доходов и расходов. То есть это корреспонденции счетов и состав номенклатурных групп по реализации. это в случае того, если вам нужно вести раздельный учет по каким-то группам. то есть, например, если у вас есть выпуск вашей готовой продукции, если есть продажа сырья, продажа покупных изделий, если вы оказываете какие-то услуги и для вашего финансового отдела, то есть для вашей аналитики, вам нужно обязательно учитывать удельный вес какой-то конкретной выручки по конкретным группам, чтобы вы могли анализировать и так далее. Вот это нужно запомнить. Ну и, соответственно, самый последний пункт, это как мы сдаем декларацию по прибыли. То есть ежеквартально, как большинство предприятий, или если вы попадаете по параметрам под ежемесячную отчетность, то, соответственно, здесь вы задаете ежемесячно, ежеквартально, ну, то есть те параметры, которые в нашем случае ваше предприятие применяет. Так, настройки налогов. Еще раз вернемся в главное меню. План счетов, ну, это, соответственно, если, возможно, у вас нестандартный план счетов, вы используете какие-то, ну, может быть, не совсем стандартные субсчета или какую-то аналитику, то, в принципе, в этом случае нужно вернуться вот в это, в этот раздел и настроить его уже под реалии вашего предприятия. На самом деле работа с прибылью, то есть работа с отчетами по прибыли, с начислением во всех бухгалтериях автоматизирована. То есть она задается при создании, при закрытии месяца. Закрытие месяца находится, может быть, немножко нелогично, как бы, но находится в меню операции. То есть в меню операции у нас есть целый вот такой вот блок, это закрытие месяца, сам по себе такой отчет, такой раздел и сопровождающие его справки расчеты. То есть я хочу сначала показать справки расчета, а потом уже вернуться в закрытие месяца, потому что про него сказать хочется гораздо больше. То есть справки расчеты здесь у нас достаточно разные. Обратите внимание, когда мы сделали с вами регламентную операцию, запустили закрытие месяца, то все вот эти справки формируются автоматически. Бухгалтерский налоговый учет и уже конкретно налоговый учет по налогу на прибыль. все эти справки в общем-то если мы все настроили правильно, если у нас сохранена последовательность, если перепроведены перед закрытием месяца документы, то собственно говоря, фактически бухгалтеру главное нажать кнопочку закрытия месяца. То есть запустить именно сам механизм закрытия месяца. Что он из себя представляет в нашем случае? То есть в общем-то интерфейс знаком тем, кто уже работал на других, может быть, более ранних версиях и релизах. Значит здесь есть перепроведение документов. То есть это именно то, о чем чаще всего и больше всего возникает ошибок. То есть получается, например, самая распространенная ситуация, это что введены документы, потом принесли какую-то недостающую первичку и первичку провели задними числами. То есть она попадает, например, в этот период, это не прошлый год, не позапрошлый, но, например, мы с вами вот находимся сейчас в сентябре, принесли вам первичку за август. Вроде бы ничего страшного, но нарушается последовательность. И для того, чтобы конкретно сформировалась именно корректная отчетность, нужно сделать перепроведение документов, чтобы восстановить последовательность. Здесь предусмотрено, ну, если мы ставим точечку, то с какого по какое, только один месяц, например, и или если я точно знаю, что мне не нужно перепроводить, то есть я точно знаю, например, что у меня будет еще пачечка таких же документов, но сейчас я хочу прикинуть, что у меня получится, то вот в этом случае мы выбираем перепроведение не требуется. Ну и, соответственно, запускается механизм по восстановлению ссылочной целостности, по восстановлению последовательности, по проведению этих документов. Запускать я сейчас не буду, потому что это процесс, собственно, достаточно длительный и мы с вами вынуждены будем сидеть и смотреть, пока он перепроведется, потому что остальные операции будут недоступны. И дальше программа производит, если вы ведете начисление зарплаты в этой программе, то по параметрам начисляет зарплату, если же вы ведете зарплату во внешней программе, то, соответственно, начисление зарплаты не повлияет, то есть вы переносите из той программы свои данные в бухгалтерию и в этом случае начисление зарплаты программа не делает. Вот амортизацию лизинговые платежи именно в налоговом учете, вот это все программа делает в автоматическом формате, переоценка валютных средств тоже естественно и корректировка стоимости номенклатуры. Если произошли какие-то изменения, возникли новые документы, то пересчитываются стоимости материалов, полуфабрикатов, то есть номенклатуры. Доли списания косвенных расходов. Еще один момент, про который хотела бы сказать, это то, что можно выбрать. То есть если я знаю, что у меня что-то, например, с этим пунктом точно не в порядке и он не будет выполнен корректно, то я могу вместо того, чтобы выбрать операцию, взять другой пункт, пропустить операцию. Ну и собственно самый основной вопрос при закрытии месяца это закрытие затратных счетов и если это торговля, то 44 счета это издержки обращения. После этого закрываются 90 и 91 счета и если у нас используется ПБУ 18, то используется соответственно и вот этот вот пункт. Это мы с вами выполнили закрытие месяца. Для того, чтобы его отменить, есть отдельная кнопочка. В предыдущих релизах и в более ранних версиях у нас была пиктограммка закрыть и отменить закрытие, то есть провести и отменить проведение. Здесь у нас есть отдельные клавиши. Мы можем вывести список операций, то есть которые были выведены при закрытии месяца и получить опять же справки расчета, на которые мы уже с вами посмотрели перед этим. И список выглядят таким образом, то есть перечислено, что выполнено, что не выполнено, но поскольку я закрытие месяца как такового не осуществляла, то мне программа и говорит, где я была неправа и соответственно, что я пропустила. Ну а справки это соответственно уже печатные формы, которые можно использовать и прикладывать например, как к балансу, так и в других разных случаях. У меня немножечко не получается сформировать справки, потому что у меня просто нет операции именно за август месяц, поскольку он и не закрыт, и соответственно программе нечего анализировать. После того, как мы выполнили эту операцию, за этот месяц мы переходим к следующему и так далее. Кроме этого, у нас закрытие месяца у нас могут быть еще и операции по НДС, то есть если вы работаете с НДС, ну естественно чаще всего те, кто сдают декларацию на прибыль, имеют и операции по НДС. Они выведены в отдельный журнал и собственно говоря, здесь формируются документы, которые требуются выполнить для того, чтобы собрать декларацию по НДС. Мы тоже не будем на них сегодня подробно останавливаться. Мы пойдем немножечко дальше, то есть у нас с вами еще по плану посмотреть, как формируются декларации, какие вопросы при этом возникают чаще всего и какие чаще всего возникают ошибки при формировании именно отчетности по прибыли. Итак, мы с вами посмотрели закрытие месяца, это закрытие и по налоговому учету, и по бухгалтерскому учету. Значит, в случае, если у вас были какие-то операции, которые выполнялись вручную, посмотреть журнал операций, которые были выполнены таким образом, мы можем в разделе бухгалтерский учет, операции, введенные вручную, то есть это чаще всего скажем так, наиболее конфликтная часть учета, потому что чаще всего именно по ручным операциям возникают сложности при закрытии периода. Почему? Потому что конкретно при, например, упрощенном учете, то есть при применении упрощенки 6% или 15% ручные операции не попадают в книгу доходов и расходов. То есть в бухгалтерском учете они используются, но в книгу учета доходов и расходов не попадают. Это надо обязательно учитывать, когда вы формируете такие операции. То есть проводки мы ввели, все мы красиво написали, но бухгалтерские проводки отразятся, а вот в отчетность это включено не будет в большинстве случаев. Ну, есть операции, когда предусмотрено, именно предусмотрено использование именно таких операций. в основном, ну, например, внесение уставного взноса участниками, это изменение размера уставного капитала, ну, какие-то вот аналогичные операции, которые не предусмотрены штатными документами. Вернемся в меню «Главное». И хотела бы показать вам еще такой раздел. То есть, кроме настроек, которые мы вводим перед началом работы, у нас есть еще персональные настройки и есть дополнительная информация. Что такое персональные настройки? То есть, персональные настройки это как будет отображаться конкретно в нашем случае, например, как будет называться обособленное подразделение основное. То есть, например, у нас 5 штук обособленных подразделений, из которых основное, например, находится в Челябинске, а остальные раскиданы там еще где-то по другим регионам. Вот в Челябинске у нас будет основное, мы его можем здесь отметить. То же самое касается и склада и рабочая дата, то есть, дата, которая будет отражаться в созданных документах. То есть, чаще всего по умолчанию выставляется текущая дата. Еще один флажок, который часто влияет на комфорт, это показывать счета учета в документах. В этом случае, соответственно, при формировании документа мы будем видеть на каких счетах заданной проводки и на каких счетах что отражается. Ну и удобно хочу обратить ваше внимание на, так сказать, небольшой комфортный блок настройка электронной почты, потому что большинство отчетов начинают оборотно-сальдовые ведомости, естественно, декларации, ну, любые другие документы можно напрямую из программы отправлять на электронную почту партнеров. Для этого нужно настроить и ввести именно и свои адреса, то есть адреса своей электронной почты, и при заполнении карточки партнеров обязательно вводить их электронные адреса и телефоны. В этом случае не надо будет отдельно выходить в почтовый какой-то клиент, и не надо будет отдельно делать дополнительные телодвижения для того, чтобы отправить документацию. Ну, и дальше настройки такого же плана, то есть синхронизироваться с календарем Google для того, чтобы производственный календарь можно было отражать и так далее. это то, что касается персональных настроек, то есть для конкретного пользователя, то есть вот если вы зашли под своим паролем и логином, то программа для вас, вот для такого пользователя, вот эти персональные настройки может применить. И теперь еще меню дополнительная информация. То есть дополнительная информация это то, что в принципе может потребоваться при составлении декларации по прибыли. То есть, ну, например, ставки рефинансирования, размеры МРОД, нормы командировочных в России и вне территории России, куда обратиться за поддержкой. И здесь очень важно именно мониторинг. То есть, поскольку у нас этот год очень богат на всякие изменения, то вот этот пункт очень важен. Обучение, к сожалению, это перечень, куда мы можем обратиться, то есть, здесь не находится каких-то конкретных обучающих материалов. Но, тем не менее, вернемся опять. Предприятие 8, это если у вас вдруг возникают какие-то, ну, может быть, нестандартные разделы учета, или вам требуется, например, вы ведете обычную бухгалтерию, но у вас есть автотранспорт и вам необходимо учитывать, например, его пробег, его расход ГСМ, ну, то есть, его технические данные, то в этом случае можно отраслевые решения, например, применять. Есть приложение для бухгалтерии автотранспорт, которое рассчитано именно на то, что будет применяться совместно с бухгалтерией и, в общем-то, адаптировано для удобного размещения информации и получения отчетов. Или, вот мы на главную страницу можем прийти и почитать замечательную рекламку, что у нас есть про 1С написанное. Это то, что касается, скажем так, всего вокруг не затрагивая составление декларации. Это комфорт бухгалтера и то, с чем обычно бывает приятно познакомиться до начала рабочего дня, чтобы узнать, как нам облегчила жизнь государства. А теперь мы переходим именно конкретно уже к созданию отчетности. Расположена она в разделе отчеты и в этом разделе у нас раздел стандартные отчеты. Это обычные штатные бухгалтерские отчеты, то есть оборотки, анализы счетов, главная книга, шахматка и так далее. А вот уже специализированная отчетность у нас находится в разделе 1С отчетность, раздел регламентированные отчеты и здесь нас интересует соответственно декларация по прибыли. Но хочу еще обратить ваше внимание на такую вещь. То есть мы можем в программе бухгалтерия настроить личные кабинеты, то есть личные кабинеты в налоговой инспекции, во внебюджетных фондах. В этом случае при подготовке тоже декларации мы можем посмотреть или запросить данные например по расчетам с бюджетом, данные по например если это личный кабинет ФСС мы можем посмотреть состояние поданных больничных листов, справок, то есть подробную информацию. Здесь в общем-то все основные фискальные организации с которыми приходится иметь дело. То есть налоговая инспекция, Росприроднадзор и статистика, ну то есть практически все, куда мы сдаем декларации или какую-то отчетность. Теперь возвращаемся в меню отчеты и соответственно переписка с налоговой инспекцией, когда нам приходят требования какие-то например об уплате налогов, какие-то письма, уведомления о том, что надо представить отчетность. Это у нас вот этот раздел. Сама регламентированная отчетность у нас находится вот в этом разделе и здесь по срокам перечисляются все отчеты, которые нас интересуют, ну то есть которые издает предприятие то, что вы настроили первоначально в сведениях по организации. Интересует нас декларация по налогу на прибыль. Для того, чтобы создать новую декларацию мы используем кнопочку создать и здесь все выбранные нами отчеты, которые касаются рабочего режима предприятия. Если вы увидели, что что-то здесь не хватает, то есть вот закладочка все отчеты, где вы можете выбрать что-то, то, что вам необходимо добавить в избранный список. нас на данной страничке интересует декларация по налогу на прибыль. То есть мы ее просто выбираем и дальше уже начинается заполнение именно самой декларации. То есть мы выбираем период, за который она создается. Обязательно обращайте внимание на изменения законодательства, потому что это именно формы, которые применяются за выбранные вами периоды. Если вам приходится задавать уточненную декларацию за прошлый период, вам нужно обратить внимание на то, какая форма действовала на тот момент, потому что задаются уточненные декларации по той форме, которая действовала на период, когда вы сдавали основную декларацию. Выбрали мы период и нажимаем кнопочку создать. Значит, в этом случае у нас формируется диалоговое окно и, соответственно, заполняются все сведения, которые программа может извлечь из того, что было введено при настройках. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, что когда вы настраиваете именно сведения об организации, то желательно, очень желательно заполнять все поля, которые вам встречаются, даже если они на первый взгляд кажутся, может быть, не особо важными. Это важно для того, что такие поля чаще всего используются при составлении деклараций, отчетов и так далее. То есть, вот видите, в нашем случае налоговый орган, который предоставляется, ну, то есть, это все идет из справочника по организации. Ну, и, соответственно, в автоматическом режиме заполняются данные, какое у вас было к ТМО, заполняются КБК и так далее. Кроме того, что программа поставила автоматически, можно использовать еще, если что-то вас не устраивает, меню заполнить. В этом случае проставляются данные уже в табличные части декларации. то, то, что мы с вами уже посмотрели. Ну, вот, например, если берем второй лист. Но у меня за этот период данные не введены, поэтому, соответственно, здесь мы посмотреть ничего не сможем. не введены, но сюда заполняются результаты деятельности по предприятию. Ну, с расшифровками и так далее, с приложениями к листам. Обратите внимание вот на такие вот окошечки. То есть, здесь у нас есть возможность выбора. Ну, например, если у вас предприятие является резидентом, то здесь будет код 0.3. Если вы обычное предприятие, которое не имеет льгот резидентов, будет стоять 0.1 и так далее. Еще просто цветовое решение. То есть, зеленое, более темный зеленый цвет, это показывает то, что здесь будет итоговая сумма, которая будет состоять из светло-зеленых полей, то есть, точнее, не полей, а тех цифр, которые здесь будут отражены. То есть, более темное поле, это итоговая сумма полей с более светлой окраской. Желтые ячейки, это те, которые требуют ручного ввода. То есть, здесь мы можем вводить ручками. Ручками можно исправить и некоторые значения светлые. То есть, вот там, где поле светлого, зеленого цвета, там мы можем руками исправить какую-то цифру. Темно-зеленые поля, то есть, те, которые итоговые, ручной корректировки не подлежат. Соответственно, заполняются все разделы, которые мы, по которым мы имеем данные в программе, ну, то есть, по тем разделам учета, которые у вас присутствовали. Мы можем использовать расшифровку статьи. В этом случае, так же, как и при составлении бухгалтерского баланса, расшифровываются те циферки, которые попали в эту ячейку. Соответственно, их можно распечатать и можно приложить как справка, например, к аудиторской проверке или, если требуются какие-то пояснения, по запросу налоговой инспекции. для того, чтобы, если вы сдаете по электронным каналам связи, если у вас не установлена система 1С отчетность, то требуется выгрузка. То есть, выгружается это в стандартном формате, таком, который принимают все налоговые инспекции, бюджетные фонды и так далее. Ну, соответственно, видите, у меня появляется вот такое уведомление о том, что нет, мне не надо это отправлять, ну, то есть, о том, в каком формате это выгружено и можно отправлять во внебюджетные фонды и чаще всего пенсионные фонд и где возникает необходимость корректировки. Ну, соответственно, налоговая статистика и так далее. то есть, если требуется заполнение листов три и дальше, то здесь можно, если у вас есть несколько, если есть необходимость заполнить несколько листов, то добавляется это вот здесь, не в левой стороне, а через меню добавить страничку, то есть, добавляются дополнительные листы. Есть возможность встроенной проверки, то есть, контрольное соотношение это соотношение между показателями на разных страницах, есть проверка выгрузки конкретно, но можно посмотреть в интернете. Собственно говоря, на этом, на формировании декларации по прибыли работа бухгалтера уже практически завершена, потому что и сама декларация, и расчет самого налога на прибыль происходит в автоматическом режиме. Мы же об этом говорили в начале нашей встречи. То есть, основная работа бухгалтера это попотеть один раз при заполнении всех данных и второй раз при проверке, чтобы у вас не оказалось при закрытии месяца, что остались какие-то не сделанные регламентные операции. то есть, например, не восстановлена последовательность, или есть непроведенные документы, или есть документы, которые проведены, но, допустим, были потом удалены проводки, или не было отражено в регламентированном учете, ну, то есть, если есть какие-то нестандартные ситуации. В этом случае бухгалтер, который составляет декларацию по прибыли, ну, скажем так, больше, наверное, имеет функции диспетчера. То есть, его задача посмотреть, чтобы все документы были, чтобы они были проведены, и чтобы была выполнена регламентная операция по закрытию месяца. После этого декларация по налогу на прибыль работает в автоматическом режиме, то есть, практически все разделы должны быть автоматически заполнены, и ваша задача только проверить пооборотно-сальдовой ведомости после этого, после закрытия месяца, нашло ли отражения начисления налога на прибыль по оборотно-сальдовой ведомости, ну, так сказать, уже внешний уровень контроля. И после этого можно отправлять, собственно говоря, декларацию по месту требования. Ну, по месту требования это налоговая инспекция. Обратите внимание на ссылочку про 1С отчетность. Это дополнительный, ну, как бы дополнительная возможность, если вы устанавливаете 1С отчетность, именно блок, то это возможность напрямую подключаться к налоговой инспекции, к внебюджетным фондам, и, в общем-то, работать с ними напрямую, не через файл, обмены файлами, а именно напрямую без дополнительных шагов и дополнительных телодвижений. Это вообще очень удобный способ, очень удобная функция, так же, как и возможность, допустим, проверки контрагентов, когда вы вводите ИНН, и программа по этому ИНН заполняет справочник контрагента полностью всеми сведениями, которые существуют в регистрационных источниках, то есть в ИГРИП и так далее. В общем-то, самый трудоемкий момент во всем этом процессе это заполнение справочников. Ну и, собственно говоря, регистры формируются именно как отчеты, и просмотреть их можно совершенно обычным способом, то есть для этого не требуется каких-то специальных процедур, регистры учета малых предприятий, ну вот по этому меню мы можем вывести и любой регистр посмотреть, распечатать в случае необходимости. Если здесь не перечислено что-то, то вот через меню все отчеты мы получим достаточно возможности добавить, убрать, ну то есть если что-то не хватает. Так. Еще хочу обратить внимание на то, что здесь тоже есть в этом разделе, то есть 1С отчетность, куда мы попадаем через подраздел отчеты, и есть тоже настройки. Ну то, что касается личных кабинетов мы с вами уже смотрели, то есть это настройка личных кабинетов именно с конкретными вашими кодами, кодами вашей организации, есть еще меню настройки, то есть в меню настройки мы можем просмотреть, у нас есть справочник отчетных форм, можно посмотреть отчеты, которые задаются в статистику, и подключить механизм 1С отчетности, то есть прямо отсюда подать заявление на подключение к этой отчетности, и настройки обмена, если это требуется, потому что в этом случае нужно ввести данные, ну то есть нужно ввести регистрационные данные, какую конкретную отчетность и куда вы хотите подключить, ну в моем случае у нас этого в демонстрационной базе нет, поэтому более подробно к сожалению показать это я вам не смогу, ну собственно говоря, журнал обмена с электронными органами, это журнал того, что вы отправили и принято или не принято на данный момент ваша отчетность, это отражается нет, нам это не надо, поскольку мы регистрацию не вводим в демонстрационных базах, но на самом деле посмотреть отчеты, которые сданы или не сданы, то есть их статус, мы можем через меню 1С отчетность, то есть вот например декларация по прибыли, декларация по прибыли у нас имеет статус в работе, то есть мы ее отправили, ну поскольку это 16-й год, то в демонстрационной базе отправить отправили, а поменять статус не удосужились, то есть статусов у нас несколько в работе подготовлено или сдано, то есть статус подготовлено предполагает, что это еще черновик, что главбух его не утвердил, не посмотрел и так далее. В работе это значит уже отправлено в налоговую и соответственно принято, ну здесь уже вот оно счастье. Ну практически вот наверное это основная информация, которая касается работы с блоком по расчету налога на прибыль. Хочется еще раз подчеркнуть, что есть несколько вариантов конфигурации, то есть базовая, проф и корп. Они отличаются своим функционалом, то есть наиболее урезанный функционал это базовые конфигурации. Мы с вами смотрели сегодня на примере проф, то есть наиболее часто распространенная и часто используемая конфигурация. существует еще конфигурация корп, которая позволяет вести учет и сдавать отчетность предприятиям, у которых есть обособленные подразделения, как выделенные на отдельный баланс, так и не выделенные на отдельный баланс и соответственно по этим обособленным подразделениям сдавать налоговую отчетность в те инспекции по территории, которых они функционируют, то есть которые попали на территорию тех налоговых инспекций. Для того, чтобы использовать в корп в конфигурации корп возможность работать с другими налоговыми инспекциями, эти налоговые инспекции необходимо указать при первоначальных настройках и соответственно забить их данные, то есть номер налоговой инспекции, адрес и точное наименование. Ну, то есть все данные, которые требуются при составлении декларации. Вот, собственно, вся информация, которую мы хотели вам сегодня рассказать. Благодарим вас за внимание. Спасибо вам еще раз. На этом компания Кодерлайн с вами прощается. Будем рады вашим вопросам, вашим обращениям. Всего доброго. Аминь. Абонх . Абонх Абонх В iPhone Продолжение следует...